Это выборы в Соединенных Штатах Америки. Потому что после 11-го года, после дела Строскана, единая до того западная элита, она раскололась на две большие группы. Собственно, финансистов, которых представляет Хиллари Клинтон, и американских изоляционистов, которых представляет Трамп и частично Сандерс, который противник Клинтона в Демократической партии. Смысл, главная причина раскола, либо мы спасаем мировую финансовую систему за счет США. То есть, грубо говоря, возобновляем печатание долларов, чтобы банкам было хорошо. То, что при этом начинается инфляция в США, охрен бы с ними. Точно так же, как охрен бы с нами. Ну, чем Хиллари Клинтон отличается от Набиулиной? Ничем. Ну, только покруче, конечно, чем Набиулина. Но смысл тот же самый. А Трамп? Люди. Спасаем Америку за счет всего остального мира? За счет финансовой системы. Мировой финансовой системы. При этом, поскольку ресурсов нет уже на весь мир, мир же контролировался через финансовую систему, создаются региональные лидеры. И мы автоматом становимся региональным лидером. Там еще Германия, Россия, Китай, Индия. Есть. Ну, то есть, если называть своими именами, нам, России, выгодна победа Дональда Трампа. Будет нарезан кусок. Нам выгодна победа Дональда Трампа. У нас при этом возникают другие проблемы. Потому что в этом случае между Россией и Германией будет приведена на карте красная черта. То, что левее за порядок отвечает Германия, то, что правее за порядок отвечаем мы. И нам придется отвечать за порядок в Польше, в Словакии, в Румынии, в Болгарии, в Венгрии. И так будет порядок. Мы с ней договоримся. И на Украине.